Полезные отходы. Согласно поручению главы государства, в стране особое внимание уделяется решению проблем сбора и переработки бытового мусора. Стекло, бумагу и пластик надо разделять. Такая привычка должна стать спутником каждого уважающего себя и природу человека. Здесь важен личный вклад каждого из нас. В среднем один житель нашей страны в день избавляется от порядка килограмма мусора. Не сложно посчитать, сколько каждый из нас производит его за год. Чтобы позаботиться о состоянии окружающей среды, важно практиковать раздельный сбор мусора, а также направлять отходы на переработку. Очевидно, что за последние несколько лет отношение к сортировке мусора в республике, да и в Сморгоне изменилось, причем в лучшую сторону. Поэтому, возможно, что в скором будущем практика разделять отходы станет такой же привычной, как поход до ближайшей контейнерной площадки или в магазин. Кстати, для использованных батареек в торговых объектах города стоят специальные урны. Конечно, установки емкостей для раздельного сбора мало. Люди должны четко знать, чем и как правильно их заполнять. К примеру, для того, чтобы отходы пластика занимали меньше места в емкостях для сбора, бутылки от газировки необходимо сжимать. А самое главное, жителям и гостям города нужно по назначению использовать специальные контейнеры. С одной стороны, это поможет снизить нагрузку на экологию, с другой – повлияет на эстетический вид контейнерных площадок. И такой подход сморгонцы одобряют. Мусор я сортирую, конечно. Мне время пенсионеру хватает. Можно отнести. На ящиках же написано – бутылки, пластмасс. Простой мусор. И так много мусора можно посортировать и отнести. Важно, конечно, молодежи прививать, чтобы все-таки культура в нашей стране была. Легче перерабатывать мусор. В нашем микрорайоне Крыни достаточно контейнеров для мусора, для раздельного мусора. Ежегодно в нашей стране увеличивается и количество пунктов приема вторсырья у населения, где каждый желающий за умеренную плату может внести вклад в сохранение природных ресурсов и пополнить свой бюджет. Моргонский филиал Гродненского областного потребительского общества принимает вторичное сырье, такое как черный металл, цветной металл, полиэтилен, стеклобой, макулатура. Также мы принимаем плодовощную продукцию и активно занимаемся заготовкой данного сырья. За 7 месяцев 2024 года мы заготовили 3900 тонн черного металла, 77 тонн цветного металла, 95 тонн макулатуры и 140 тонн стеклобоя. Наши пункты приема находятся в Сморгонии по адресу Сморгонь, железнодорожная 10. Также мы производим закуп по Островецкому району и находится наш пункт приема вторсырья в поселке Гудагай, улица Ленинская, 8А. Также мы принимаем вторичное сырье по району посредством наших торговых объектов. Магазин Лылойти, Вишнево, Крево, ну то есть весь Сморгонский район. Несмотря на то, что плата за бытовые отходы небольшая, люди пункты приема посещают постоянно. Также осуществляется заготовка по району. Получили от родителей наследство дом, решили навести порядок, сдать металлолом, почистить и какая-то копейка на ремонт. Что-нибудь новенькое из этого сделается, наверное, и государству польза будет от этого. Это способствует не загрязнению нашей природы.